В перспективе я прогнозирую, что эта борьба будет продолжаться долго, тяжело и на самом деле результата в ближайшие как минимум многие недели ждать не приходится. Мобильные отдельные орудия противника будут выезжать на заранее подробную позицию, выпускать несколько снарядов и уезжать. Из другого места будет выезжать другая пушка, выпускать несколько снарядов и уезжать, а вокруг всего этого будет вестись контрбатарейная борьба с обеих сторон. Когда противник будет отброшен от Донецка на достаточное расстояние, тогда прекратятся ежедневные обстрелы, тогда надо будет бороться именно с его тяжелыми ракетами, которые запускаются на значительное расстояние и которые средством ПВО можно сбить в отличие от 155-мм снарядов, которые фактически не сбиваемы имеющимися средствами противовоздушной обороны. А построить, извините, израильский железный купол, ну это просто, во-первых, для этого у нас нет необходимой техники, во-вторых, это для такого огромного города, как Донецк, это дело многих лет. Поэтому, если есть возможность у жителей Донецка и Луганска уехать, особенно у тех, у кого есть дети, я советую все-таки уезжать, лучше поберечь свою жизнь, поскольку это вот та лотерея, это смертельная лотерея.